Человеческий фактор. Именно так называется выставочный исследовательский проект. Постиндустриальное искусство нестандартно и понятно не сразу. Этот экспонат о женщине, которая хранит проблемы в себе. То, что накрыто платком, это какие-то мрачные тайны, которые обычно женщины хранят и никому не рассказывают о том, если что-то плохое происходит в семье. Есть такая традиция набросить в платок и забыть об этом, и сконцентрироваться на хорошем. Человеческий фактор проходит в рамках проекта «Кластер современного искусства под углом» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Здесь работы 20 художников из Барнаула, Томска, Тюмени и Красноярска. Площадкой современного искусства выбрали бывший хлебозавод. Это не случайно здание выбрали. Оно имеет очень большую историческую ценность. И в принципе для нас важно создавать площадки, которые в первую очередь будут ближе к молодежи, которая занимается современным творчеством. Организаторы не спорят. Философию человеческого фактора каждый определит сам. Но главное здесь – показать большое художественное исследование. Например, показать культурный слой жителей через перчатки. Или через электрокоробку рассказать о власти этой стихии в городе. По словам куратора выставки, Барнаул сейчас в переходном состоянии от города-завода к городу-после завода. Во всей его истории есть современное искусство. И вот как раз я, организатор выставки, мы хотели показать городу Барнаулу, как много здесь интересных, мыслящих и оригинальных художников, которые живут в современном мире и реагируют на изменения в нем. Поэтому вся эта выставка называется «Человеческий фактор». И, по сути, она посвящена человеческому влиянию и взаимовлиянию на человека. Как город, природа находятся в отношениях. Ну, и экономика, естественно, тоже. Поскольку это постиндустриальная выставка о постиндустриальных проблемах нашего общества. И эта площадка – только начало создания в Алтайском крае креативного пространства для общения молодежи, которая занимается современным, в том числе, альтернативным видом искусства. Познакомиться с которым можно до конца недели. Ольга Иванова, Александр Антропов. День с толком.